Ученики 14-й школы подготовились к акции серьезно, нарисовали яркий плакат и разучили зажигательный танец, надели специальные светоотражающие жилетки. Ребята будут раздавать водителям специальные памятки и напоминать о том, что маленьких пассажиров необходимо перевозить в автокреслах. Мы хотим вам вручить буклет, как правильно пристегивать ребят. Спасибо вам огромное. Ушел. Глеб Сухоруков и Влад Гиньков – лучшие друзья. Ребята заканчивают четвертый класс, ведут активный образ жизни, занимаются спортом и с радостью соглашаются на участие во внеклассных делах. Школьники стараются не ограничиваться успехами в учебе и достижениями в любимом спорте. Совершить полезное дело, по мнению мальчишек, это тоже победа. Акция о том, что водители должны соблюдать правила, и чтобы они об этом не забывали, мы раздаем им листовки. Безопасность участников акции обеспечивает патруль ДПС. Выходить на дорогу школьникам разрешается только тогда, когда автомобиль полностью остановится. Сами ребята тоже прошли инструктаж по технике безопасности перед началом акции. Сегодняшняя акция о том, что надо правильно пристегивать детей в транспортном средстве. И мы водителям говорили о том, что когда ребенок ездит в транспортном средстве, вы должны его правильно пристегнуть, чтобы избежать нечастных случаев. Не устанавливать детское кресло на переднем сидении, не покупать удерживающее устройство на вырост и следовать инструкции по эксплуатации. Эти и многие другие правила перевозки детей написаны в буклетах, которые получили автомобилисты из рук ребят из 14-й школы. Акция «Автокресло детям» призвана снизить статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. На территории Нижегородской области наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. И 60% всех дорожно-транспортных происшествий происходит с детьми и пассажирами. В течение недели, которая отведена на профилактические акции по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ГИБДД проводят беседы со школьниками, воспитанниками детских садов и их родителями. Дарья Цепорыгина, Владимир Лесик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.